Перед початком гала-концерта в Азии присутных музычный перформанс. Зараз позитивного настроя гостям дарились модельные артисты Белорусского Державного Университета, информатики и радиоэлектроники. Ансамбль народной песни Гаманина и сною уже 400 годов. Что интересно, в его составе они не могут людей из музычной эдукации, переважно специалисты технического профиля. 25 лет мы очень плодотворно работаем на ниве нашей традиционной культуры. В коллективе же технари одни, в общем-то. Кто-то закончил вуз, кто-то еще учится, кто-то в магистратуре учится, кто-то в аспирантуре учится, кто-то преподает уже. И все, в общем-то, находят свое какое-то место в нашем коллективе. Международный конкурс-фестиваль славянской народной песни «Оптинская весна» проходит у номинации «Сольный народный вокал». Удильники выконывают по одним творы духовной и народной тематики. Обовязковые по трамбованию все выступления проводятся под живое музычное сопроводжение. Або Акапыльна. Фонограммы любого виду выключаются. Оценивая конкурсные выступления высокопрофессийные журы, у состава якого у выходят деячую культуру и мастерство. Вядущие педагоги в НУ славянских краин, композиторы и вокалисты. На мой взгляд, белорусская народная песня в последнее время уже теряет свое обличие. Она больше появляется в обработанном виде, я бы сказала, непрофессиональном. Очень мало остается носителей традиционной белорусской культуры. И я считаю, что нужно поддерживать такие конкурсы, давать им жизнь, дорогу в жизнь. У галоконцерта, який проходил у рыжеской детячей школы Мостатства, выступили члены журы и переможцы отборочного тура. Финал творческого споборництва по традиции будет проходить у города Козельске Калужской в области. Конкурс корастается великой популярностью, что вот сбирая на одной сцене моцных выканалцев из разных краин свету. В этом году мы усложнили задачу, потому что мы сделали первый тур отборочный по видеозаписи, в котором приняло это участие 48 конкурсантов из Беларуси. Отобрано было для второго тура 26 конкурсантов. Из них четверо удостоятся этого звания представить нашу страну в финале. Участверку счастливчиков, які у мая отправиться у Козельск, трапила Новополосского музычного колледжа Ксения Драуницкая. Девчина профессийно займается музыкой с 4-х годов. Ксения признается, до конкурса рыхтовалася старанно и отказно. В этом конкурсе я участвую уже второй год. В том году я заняла второе место, а в этом году я стала лауреатом. Поеду представлять нашу страну в Россию. Я очень рада, что мне предстоит такая возможность. Я очень волнуюсь и надеюсь, что все хорошо получится. Вероника Ворошилина, Вальдриха Панько, телерадуя компания «Гомель» с Режицы.